Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, расстрочка оплаты. Первая и вторая очередь уже сданы в эксплуатацию. Звоните 48 300. В эфире новость Анапа-регион, студия Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Будут новые посты спасательные, новые раздевалки. Подкрашивают, наряжают и причесывают, как готовят центральный пляж к высокому сезону. Есть клеймы очень такие, я бы сказал, серьезные, можно сказать, даже художественные типа. Выставка «Грузил», хождение по стеклу и античные танцы. Какие еще сюрпризы ждут анапчан в ночь музеев? Это ничем не отличается от росписи маслом, росписи холстов. Просто холст здесь побольше и краска – это не кисть, а баллончик. Настенная живопись. Граффитисты со всей страны приближают лето в Анапе, раскрашивая серые будни яркими красками. Парк техники, который будет обслуживать пляжи города-курорты, увеличили более чем в два раза. В Анапе готовятся к новому курортному сезону, который будет проходить в новых реалиях. Сегодня официально запущен мост через Керченский пролив. В городе-курорты рассчитывают достойно выдержать растущую внутреннюю конкуренцию. К новому сезону муниципальное предприятие «Объединение курортных услуг» приобрело сразу 7 таких тракторов. Теперь их стало 12. Навесного оборудования, прицепов, а главной работы в сезон хватит в 7. На ежесуточные регламентные работы уходит примерно по 3 часа. Рабочий день начинается в 4 утра. Последние штрихи. Арка на центральном пляже вновь стала белоснежной. Белый станет здесь основным цветом в предстоящем курортном сезоне. Практически завершена установка навесов. Сейчас будут новые посты спасательные, новые раздевалки, раздевалки для инвалидов. Дорожки другого образца для инвалидов, специально приспособленные по доступной среде. Раздевалки будут оборудованы для приема инвалидов, специально. Мы изготавливаем для них это. Будут мусорки новые в деревянных пеналах. В ближайшие дни здесь ожидают новые доски для дорожек. На заводе делают специальные фаски, чтобы маломобильным гражданам было удобно передвигаться по песку. В качестве материала выбрали лиственницу. Она прослужит долго. Безбарьерную среду совершенствуют при участии самих инвалидов, а также специалистов управления социальной защиты. Здесь, на центральном пляже, а также в Витязево, можно будет заехать на коляске прямо в море под наблюдением матросов-спасателей. Сегодня в Анапе 126 пляжей, песчаных и галечных. Возможность такого выбора – одна из особенностей города-курорта. Один из основных приоритетов – порядок на побережье. Минимум торговли у берега, только безалкогольные напитки, мороженое, небольшой ассортимент продуктов в промышленной упаковке. Уже прошли аукционы на размещение торговых палаток. Пляжи будут находиться в аренде только у юридических лиц. Предпочтение – санаторием и здравницам. Предпринимателями со всеми уважением к ним, да, мы уже наработались, да. Мы уже понимаем, чем закончится предоставление пляжной территории предпринимателю, где мы получаем кучу ворок, кучу шашлыка, несанкционированную от торговли, контрафактный алкоголь, все. Нам проще предоставить пляжную территорию какому-то юридическому лицу, нам проще спросить. Позиция городской администрации – пляжи должны быть прежде всего местом для отдыха. Ирина Крутилина приехала с мужем из Кузбасса на неделю. Там сейчас плюс 6 градусов и дождь. В Анапе впервые. Вамечательно, в восторге. Что нравится? Все нравится. Мы еще не все видели, мы только второй день здесь, но пока нравится все. Народу поменьше отдыхающих. Погода для нас пока более-менее не жарко. Хорошо. Главная задача, чтобы отдыхающие уезжали домой с самыми положительными эмоциями и хотели сюда вернуться на следующий год. Александр Ребека, Роман Веркалиев, Анапа. Дешевле, чем в Анапе, только в Ейске. Один из туристических сервисов рассчитал стоимость аренды жилья по данным бронирования на срок от 10 до 12 дней. Так, в Ейске стоимость аренды жилья составит в среднем 2100 рублей в сутки. В Анапе – 2200 рублей в сутки. В Сочи – 2400, а в Геленджике – 2500 рублей. Приводит цифры газета «Кубанские новости». Ранее сообщалось, что Анапа находится на втором месте по популярности среди курортов страны. На первом месте – Сочи. Его минувшим летом посетили 6 миллионов туристов. Анапа, по данным агентства «Турстат», приняла 4 миллиона 700 тысяч отдыхающих. На третьем месте – Геленджик с показателем 4 миллиона. На четвертом – Ялта. На пятом – Солилецк, Севастополь, Ейск, Евпатория и Новороссийск расположились на местах с 6 по 9. Замыкая десятку – Светлогорск, расположенный на Балтийском побережье. Анапа примет эстафету памяти. Это краевая патриотическая акция. Она приурочена к 75-летию освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков. Эстафета стартовала 3 февраля в Новороссийске. Лампаду с горящей свечой, как символ вечной памяти о героических предках, передают от одного района в другой. Анапа эстафету памяти примет 18 мая. Торжественное мероприятие пройдет в сквере боевой славы у мемориала «Вечный огонь» в 11 часов. Приглашаются все желающие. Участники акции почтут память героев, воевавших в годы Великой Отечественной войны. А 21 мая Анапа передаст эстафету памяти Абинскому району. Уже в эту субботу жители и гости города-курорта примут участие в акции «Ночь музеев». Тема этого года – шедевры из запасников. Сотни уникальных экспонатов и закрытых фондов будут представлены вниманию посетителей. Одна из экспозиций, которой можно будет полюбоваться в Анапском археологическом музее – это выставка древнегреческих грузил. Все экспонаты были найдены на раскопах античных городов, а также в самой Горгипии. Глиняные грузила греки использовали не только в рыболовецком промысле, но и для изготовления тканей. В такие пирамидки вдевалась нить. Пряжа натягивалась, и рукодельница создавала ровное полотно. Ткацкие грузила различались по весу. Легкие использовались для закрепления шелковых и льняных нитей. Пирамиды потяжелее для шерсти. По словам специалистов, каждый груз уникален. На многих грузилах для ткацкого промысла нанесены клейма. Есть клейма простые, то есть оттиск ключа или оттиск пальца. А есть клеймы очень такие, я бы сказал, серьезные, можно сказать, даже художественные, типа изображением вооруженного воина, гоплита, или головы одной из богинь. А это грузила известные каждому рыбаку. Они использовались исключительно в морском промысле. Самые древние экспонаты датированы пятым веком до нашей эры. Однако с тех пор изменился лишь материал. Современные рыбаки тоже их используют. Только они сейчас, в данный момент, венцовые, железные, для донок, для закидушек, для притопления крючков. Всего в музейном фонде хранится более полутора тысячи древних грузил. Часть из них можно будет увидеть на открытии ночи музеев. В субботу запланирован целый ряд мероприятий. Познавательные экскурсии, интерактивные площадки и необычные мастер-классы. Всех с удовольствием ждем. У нас будут мастера декоративно-прикладного искусства, которые будут проводить для посетителей мастер-классы. Это и хождение по стеклу, и античный танец, и изготовление хлебных изделий по античным рецептам. Ночь музеев стартует в эту субботу в 19 часов. Торжественное открытие пройдет в Анапском археологическом музее Горгипия. К акции также присоединятся и библиотеки города. Ольга Родина, Ксения Сипко, Михаил Попов, Анапа-Регион. Будние детей, отдыхающих в лагере «Премьера» станут ярче. В Анапе стартовал Всероссийский фестиваль стрит-арта. Он собрал на одной площадке 16 художников-граффитистов из Краснодара, Ростова-на-Дону, Волгограда, Челябинска и других городов России. За неделю участники фестиваля преобразят территорию детского лагеря, раскрасив стены яркими рисунками. Как Черноморское побережье видят художники из разных городов, узнала наша съемочная группа. Тимур Абдулаев приехал из Челябинска. В своем городе он известный художник-граффитист. Чтобы стать участником фестиваля арт-премьера, нужно было прислать эскиз морской тематики. Из 107 авторских работ организаторы отобрали 16. Среди них и рисунок Тимура. Лично я сделал 5 эскизов на разные стенки. Но вот данная композиция больше всех понравилась. И решили рисовать такой небольшой 3D-объект. Связали старую цистерну и будку, которая к ней прилегает. И чтобы объединил мальчик, как будто любопытный мальчик, заглядывает в бутылочку, смотрит, как кораблик там построен. Вместе с Тимуром оживляют стены детского лагеря еще 15 райтеров из разных городов. На создание одного такого шедевра может уходить до 5-7 дней. Сначала создается эскиз, подготавливается поверхность, далее художник приступает к нанесению. Работа с цветом – самая трудоемкая часть. С помощью водоэмульсионной краски и аэрозоля граффитисты придают наброску форму, добавляют цвета и оттенки. Так Черноморское побережье видит Тамара Черненко. Последние 6 лет она учится на художника. В основном рисует в компьютерной графике, но с удовольствием пробует себя и в настенной живописи. Ну, идея была олицетворение в этом слоне лагеря детского, который как будто этот город, он проносит детей через океаны, каких-то там переживаний, не знаю, событий, которые случаются с детьми в лагере. И в итоге возвращает их домой уже совершенно, ну, как бы после какого-то путешествия, совершенно не такими, как прежде. Фестиваль арт-премьера приобрел всероссийский масштаб. Для Анапы это первое крупное мероприятие, посвященное граффити. Организаторами выступили представители творческого объединения «Край-сити», собрав лучших художников из разных городов. Это маленький звоночек, можно сказать, для тех людей, которые, когда видят человека с банкой, всегда представляют вандализм. Люди должны понимать, что с банкой можно делать такую красоту, и как бы это ничем не отличается от росписи маслом, росписи холстов. Просто холст здесь побольше, и краска – это не кисть, а баллончик. Фестиваль продлится неделю, победителей и проигравших не будет. Каждая работа по-своему уникальна. Уже в пятницу на стенах детского лагеря появится 16 картин. В планах творческого объединения этим летом провести подобный фестиваль в Туапсе и Краснодаре. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Попов. Анапа. Регион. В Анапе на базе Всероссийского детского центра «Смена» прошел фестиваль Ассоциации студенческих спортивных клубов России на спорте. В нем приняли участие более тысячи студентов из 113 вузов страны. Всего фестиваль объединил 47 субъектов Российской Федерации. Фестиваль на спорте включает в себя образовательную часть и Всероссийский финал чемпионата АССК России по пяти видам спорта. Волейбол 4 на 4, баскетбол 3 на 3, футбол 5 на 5, настольный теннис и шахматы. Участниками финала стали победители внутривузовских и региональных этапов программы. Верю в себя, в свою команду и очень хочу получить опыт и незабываемые эмоции от этого фестиваля. Борьба, упорство. Я тут уже третий год подряд, поэтому мне немножко проще, я опытнее в этом плане. Лучшие спортсмены получат путевки на международный студенческий турнир. Это спартакиада союзного государства совместно с Республикой Беларусь, которая пройдет также в Анапе в октябре этого года. В масштабах всей страны это будет делать большое дело, потому что здесь, я говорю, рождается или зарождается в общем-то наше будущее. Помимо спортивных соревнований, фестиваль на спорте включает в себя программу АССК ПРО. Проект направлен на подготовку спортивных менеджеров и спортивных журналистов. Главные отличительные черты Всероссийского фестиваля – возможность реализовать себя для спортсменов-любителей и студенческое самоуправление. Чемпионат – это тоже идея студентов. Они также у нас работают в ассоциации, в клубах. И они сами определяют регламент проведения и то, как это будет. То есть ассоциация дает возможность делать то, что хотят сами же студенты. Вот что они хотят, мы пытаемся это сделать. То есть такую дорожную карту проложить, дорогу для них. Далее информация о погоде на завтра. Партнер прогноза – фабрика мороженого «Ангария». Если настоящий йогурт объединить с нежными сливками и добавить активные бифидобактерии, то получится вкусно и здорово. Пломбир на йогурте «Ангария». Это когда вкусно – полезно. По прогнозам синоптиков, 16 мая в Анапе ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем до плюс 21 градуса. Ночью прохладнее – 16 выше ноля. Ветер переменный от 1 до 3 метров в секунду. Атмосферное давление – 760 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды – плюс 14 градусов. Далее информация о партнерах программы. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. И еще один наш партнер – тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте. До новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, расстрочка оплаты. Первая и вторая очередь уже сданы в эксплуатацию. Звоните 48 300. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал. Женский зал. Школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Абонемент на месяц занятий всего полторы тысячи рублей. «Витязь». Анапа. Самбурово. 254. Мы делаем спорт доступным. Абонемент на месяц.